Реальна ли угроза, чем за 30 дней ответит Путин, Апостров, Украина? Артур Гор, Апостров, Украина. 9 декабря 2018 года, контрольно от премьера первую скрипку в оркестре, аккомпанирующем военному положению, сыграл президент, заявив, что Россия резко увеличила численность своих войск на границах с Украиной. Ситуацию накалил и начальник генштаба Виктор Муженко. По словам генерала, на северо-восточных, восточных и южных границах Украины с РФ сконцентрированы около 300 российских танков Т-62. Кроме того, россиянами сформированы дивизии из двух танковых и двух мотопехотных полков, которые входят в 8-ю общевойсковую армию РФ. Штаб этой же армии контролирует армейские корпуса на оккупированных территориях. Мы видим системное формирование, подчеркнул Муженко. По информации Главного управления разведки Минобороны, российское командование на оккупированных территориях Донбасса ввело особый режим поддержания боевой готовности первого и второго армейских корпусов. С одной стороны, власти выгодно сгущать краски, чтобы оправдать введение военного положения на фоне разговоров о переносе выборов президента. Но с другой стороны, даже сами боевики не отрицают, что силы так называемой народной милиции проводят интенсивную боевую подготовку. Правда, террористы как бы готовятся не к наступлению, а защите от наступления в СУ, которое, по мнению боевиков, запланировано на декабрь. Дейгенсек НАТО Янстутенберг заявил, что Альянс провел наибольшие усиления коллективной обороны на восточных границах со времен Холодной войны. АНАТО уже сложно заподозрить в намеренном нагнетании паники в угоду политическому климату в Украине. Но интересно, что в тот же день, когда муженька говорит о мощном усилении россиян на Востоке, его починенный, полковник в СУ, офицер генштаба Виктор Шедлюх, напротив, призывает не паниковать. Кое-кто спекулирует и начинает разгонять панику, якобы уже на определенном направлении развернулись силы агрессора и готовы к атаке, отметил Шедлюх в эфире одного из телеканалов. Они всегда имели два эшелона. Первый эшелон, первый и второй армейские корпуса, которые находятся непосредственно у нас на территории, второй эшелон находится за границей, в Ростовской области РФ, Апостров. Этими подразделениями управляет Южный военный округ. Только у нас намечались какие-то успехи, они вводили, на Донбасс, резервы, регулярные войска, и усиливались таким образом. Поэтому такая угроза существует всегда. Объективно. Но это не значит, что нужно разгонять панику и самолеты будут бомбить. А контрольный выстрел произвел премьер-министр Владимир Грайсман, который сказал следующее, если ситуация нормализуется, то возможно будет рассматривать и досрочное прекращение военного положения. Так угрозы эскалации конфликта есть, или ее нет? Дело в моменте в ответе на этот вопрос. Мнения экспертов, опрошенных апострофом, разделились. Реальные угрозы полномасштабной агрессии РФ, существуют по всему периметру российско-украинской границы, говорит апострофу ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Угроза? Конечно, существовала и ранее, начиная с 2014 года. Другой вопрос, что она была по дому форум гибридной агрессии? В данном же случае мы имеем факт агрессии вооруженных сил РФ против ВМС Украины. Захвачены корабли, захвачены пленные, и это уже факт, Россия может пойти и на более широкомасштабные действия. Вспомните, как гитлеровская Германия накапливала свои войска и технику накануне Отечественной войны на границах с СССР. Но действительно ли на украинской границе скопилась критическая группировка российских сил, которых достаточно для большой войны? Скопление ВС РФ на границе с Украиной наблюдается с 2014 года стабильно, добавляет апострофу военный обозреватель сайта информационное сопротивление Александр Коваленко. Они либо наращивают силы, либо идет передислокация в ходе учений. В этом нет ничего удивительного. Сейчас, обвиняя Украину в провокации в Керченском проливе, Россия должна как-то реагировать на введение военного положения в Украине. Таким образом, увеличение группировки – больше медийный и пропагандистский фактор для демонстрации реакции Кремля на недружественные шаги со стороны Украины. Впрочем, начать наступление теоретически Кремль может и более мелкими силами при удачном моменте. Главное вязаться, а потом уже наращивать силы, ведь есть еще военно-политические обстоятельства. Не менее пяти раз готовился захват Крыма. Но Путин его провел тогда, когда наша государственность была максимально ослаблена. А до этого был вариант стузлы, но там у них не получилось, подчеркнул Игорь Романенко. Но даже если группировка численностью в 240 тысяч штыков и соберется на российско-украинской границе, то чтобы задействовать всю эту группировку, нужна очень веская причина, добавляет Александр Коваленко. Захват катеров, которые преподносятся как вторжение Украины в территориальные ВДРФ, не может быть такой причиной. Поэтому на данном этапе Россия не начнет широкомасштабное наступление, уверяет Апострофекс глава службы внешнеразведки Николай Маламуш. Да, она собирает на границах свои вооруженные силы, направляет новый контингент. Сейчас у россиян концепция создать на западе страны мощный военно-стратегический блок с учетом перспективы противостояния с НАТО. Но начать широкомасштабные наступления сейчас нереально. На днях я вернулся с Вашингтона, где общался с руководством США, Великобритании, Германии, Франции и Китая, и они четко ориентируются, что есть модели сдерживания. И начало такой операции против Украины предполагало бы, что весь мир объединился против РФ, в том числе, и НАТО, используя военные средства. В итоге, если на обострение по всей Украине Путин пойдет с малой вероятностью, то накачать Донбасс новыми партиями оружия и отпускников, подвинув линию фронта на востоке в свою пользу, Кремль вполне способен. Но получит ли выгоду? Но дело в том, что если они начнут полномасштабное наступление имеющимися силами, то столкнутся с очень серьезным сопротивлением. И пользы от этого в плане расширения территории не будет. Успех наступлений возможен только при полномасштабной поддержке РФ, а, учитывая ограниченный контингент российских войск на Донбассе, они не смогут осуществить наступление. Говорит Коваленько, РФ не знает сейчас чего ждать от международного сообщества после инцидента в Керченском проливе. С одной стороны Европа отреагировала сдержанно, но однозначно какие-то решения будут приняты, возможно, в формате санкций, либо ограничения прохода для российских судов через международные проливы. Соответственно, нагромождает на себя дополнительные ограничения, которые явно последуют в случае обострения на Донбассе. Россия не может себе позволить. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.